Всем здравствуйте! Сегодня у нас Mitsubishi Pajero, 2007 год. Здесь у нас проблема с шлейфом на руле, потому что эти кнопочки управления магнитолой работают, но только в определенном положении поворота руля. То есть нужно будет заменить шлейф, я его заказал, он уже пришел. И кроме того, там еще есть мелочи, но пока справимся с этим, а дальше уж на 100 хватит времени. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Что еще хотел сказать? Я не упоминал об этом в прошлом видео, мне делали замечание. Я немножко почитал на эту тему. Итак, прежде чем снимать разъемы с любых видов подушек безопасности, пиропатронов ремней безопасности и так далее, в любых элементах, которые могут так или иначе взрываться, обязательно стоит снять клемму с аккумулятора, выждать определенное время. Оно у разных производителей разное. Там есть 10 секунд, есть 30 секунд, есть 2 минуты, как у кого. Нужно это для того, чтобы конденсатор в блоке управления подушек безопасности разрядился. Это первое. Второе. Нужно снять с себя электростатический заряд. Имеется в виду, если тело наэлектризуется из-за свитера шестяного и так далее, тогда нужно что сделать? Нужно просто дотронуться рукой какой-нибудь металлической части кузова, неокрашенной. Обычно в ней выступает дверной замок. Проще всего к нему добраться, как правило. Но здесь он весь в пластике, покрашенный, поэтому в данном случае вот есть болт. Итак, после этого весь электростатический заряд с тела переносится на кузов, заряды уравниваются и мы уже можем смело снимать разъемы с подушек безопасности. Следующее правило. Во время снятия разъема никогда не нужно сидеть напротив подушки. То есть разъем снимается так, чтобы в случае, даже если она и выстрелит, то не собственно на вас, а куда-нибудь в сторону. И так, разобрался. Здесь есть хитрая защелочка. Дальше. Еще один момент по подушкам. Их никогда нельзя хранить в таком состоянии. Потому что если в таком состоянии она рванет, у нас произойдет то, что здесь выстрелит подушка, а вот эта вся часть сильно ускорится и будет как заряд, выпущенный с большой скоростью. Если же она рванет в таком положении, то эта штука просто упрется в пол, в стол или на чем она там лежит. Это просто выстрелит, надуется мешок и ничего в принципе страшного не случится, кроме хлопка. Поэтому всегда транспортировать и хранить снятые подушки можно только в таком положении. Дальше. Пожалуй, придется разобрать кожух этого переключателя. Прямо он просто на защелках. Прямо он просто на защелках. Прямо он устал. Прямо он устал. Прямо он устал. теперь судя по всему необходимо снять руль заклиним и затем открутим эту гайку теперь убедимся что колеса стоят ровно метки наносить не вижу смысла кто-то уже сделал это до меня нужно просто снять руль перед этим я всегда стараюсь выставить роль положение ровно чтобы потом не возникало лишних проблем проблема большинства японцев руль у них имеет конусную посадку для этого нужен спец съемник представляет на собой пластину и сюда вкручивается два болта m8 когда-то я делал такое на toyota land cruiser теперь я очень надеюсь что подойдет и на митсубиси может быть и нет к сожалению нет разнос отверстий тут совершенно разный придется изготавливать новую такую пластинку активном случае руль нам снят скорее всего не удастся принципе есть и такой вариант немножко более варварский но если знать меру то весьма эффективный так что ж теперь у нас под и появился доступ к нашему шлейфу остается открутить эти пару болтиков и отсоединить разъем от самого шлейфа в общем начнем что ж теперь самое интересное принципе шлейф подбирался по каталогу но все же нужно убедиться что это тот который нам нужен если нет придется его возвращать и так с виду они очень похожи крепления по моему идентичны разъемы точно так же 4646 ну и соответственно с этой стороны они тогда тоже есть и есть то что в таком случае будем устанавливать шлейф здесь я бы хотел сделать еще одно замечание сейчас покажу более детально итак если неправильно установить шлейф его можно с легкостью испортить при первом же повороте руля обусловлено это тем что шлейф всегда устанавливается на автомобиль среднем положении имеется ввиду что он может сделать примеру два оборота по часовой и два оборота против часовой из среднего положения если установить шлейф скрученным на один оборот примеру в таком положении тогда при повороте руля влево до упора мы гарантированно просто гарантированно порвем шлейф для этого при установке шлейфа всегда нужно устанавливать колеса ровно на автомобиле а также убедиться в том что шлейф находится в среднем положении в принципе есть два способа убедиться что шлейф находится в среднем положении либо в шлейфе предусмотрено такого типа окошко вот мы видим когда его скручиваю то есть только в среднем положении в этом окошке мы видим вот эту беленькую пластмасску если я скручу шлейф в эту сторону и поставлю его ровненько пластмасски мы уже тут не увидим и соответственно если его скручу в эту сторону точно так же мы здесь не увидим пластмасски то есть в таком положении шлейф устанавливать категорически запрещается потому что мы его испортим при первом же вывороте руля то есть должна быть видна пластмасска на самом деле такой способ с окошком и пластмасской использован здесь на митсубиси на разных марках они бывают разными бывает ползунок который должен сойтись со стрелочкой бывает по всякому поэтому новый шлейф если видите поставляется специальным фиксатором который удерживает от вращения верхнее кольцо а также удерживает шлейф в среднем положении вот здесь тоже можно видеть пластмассочку то есть это транспортная штучка мы ее будем извлекать уже собственно при установке другой способ если никаких таких индикаторов нет а такие шлейфы тоже есть тогда в принципе все делается просто шлейф прокручивается в одну сторону до упора но при этом важно не применять никаких усилий то есть как только чувствуется малейшее сопротивление вращение вот все он уперся отсюда начинают отсчитываться витки и так берем это положение за ноль и крутим раз второй виток есть третий четвертый пятый шестой и видим что шестой уже не полный то есть у нас есть шесть полных витков соответственно если у нас всего шесть полных витков значит мы в обратную сторону отсчитываем половину полных витков то есть три раз два три теперь шлейф у нас среднем положении и в данном случае это можно легко проверить при помощи этой пластмасски то есть если нет никаких индикаторов просто считаем витки делим пополам выставляем среднее положение при этом руль ставим ровно и тогда у нас никогда не будет никаких проблем с обрывом шлейфа никто никогда на вас такое не повесит ну что ж вот собственный наш шлейф теперь его можно будет сюда установить сначала установим разъемы итак шлейф у нас среднем положении пластмасска смотрит фиксатор пока что оставляем руль также в среднем положении положение ровно хорошо теперь по идее надо бы все собирать но в этой машине есть еще одна неисправность а именно у нас не у нас не работает лампа чек-энжен видимо свое время когда автомобиль продавался нынешнему владельцу здесь было не все хорошо были выбиты катализаторы постоянно горел чек но и с целью его продать подороже без лишних вопросов лампа чек была что называется кастрирована каким образом это сделалось я пока не знаю это нам и предстоит сейчас выяснить открыл схемку посмотрел каким образом блок управления двигателем засвечивает лампу чек-энжен на приборной доске насколько я понимаю этот вот этот malfunction indicator это и есть наша лампа мы видим что какого-то конкретного провода к ней не идет поэтому скорее всего что здесь нет прямого провода который будет включать лампочку путем того что блок управления двигателя даст ей массу или плюс а скорее всего здесь мы имеем computer data line system это шина связи будь то кан будь то еще какая здесь реализована скорее всего блок управления двигателем просто отправляет сообщение по шине данных блок управления комбинацией приборов и та в свою очередь засвечивает вот эту лампочку чек-энжен исходя из этого скорее всего что лампочку заглушили физически на самом щитке либо путем извлечения лампы либо выпаять из светодиода смотря что там стоит либо может быть даже путем разрезания дорожки к ней так что в любом случае судя по всему нам придется снять приборную панель и визуально осмотреть на предмет однородности так первым делом нужно снять эту пластмасску очень похоже на то что что она здесь просто на защелках что она здесь вот нанябль поэтому в этом случае вот как Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Дальше теперь появилась возможность снять сам циферблат Добавил субтитры DimaTorzok 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 Чтобы кто-то здесь был, обрезал дорожки, выпаивал светодиоды и так далее. Сейчас проверим сам светодиод. Внимательно обсмотрим плату. Если не найдем следов, то тогда возможно, что наша проблема здесь. Могли просто подклеить с этой стороны. Ничего не видно. Сейчас в принципе можно попробовать на просвет. Включаем и светим с обратной стороны. И мы видим, что две лампочки прекрасно просвечиваются, а третья нет. Аккумулятор просвечивается, лампа давления масла, а человек не просвечивается. Скорее всего, что либо там наклеили кусочек изоленты, либо подложили кусочек темного пластика. То есть, таким образом, сюда светодиодом нам смысла нету лезть. Хотя проверить его все же стоит, это несложно. И затем снимем этот циферблат отдельно и посмотрим, что там наклеили. Ну и что мы видим? Видим мы классический кусочек изоленты. Вот он тут наклеенный на месте, где должен быть индикатор неисправности двигателя. Дело за малым, отклеить изоленту, промыть, собрать обратно. Ну и что мы видим, что там мешает. вставляем стрелочки со стрелочками все просто. Нужно дойти до крайнего положения против часовой, затем вставить стрелку и просто довернуть ее на ноль. Если немного перестарались, нет ничего страшного. Можно перекрутить в другую сторону и соответственно все поправить. Есть стрелочки на месте, можно собирать дальше. Так, теперь щиток можно ставить на место. Подключаем обратно его разъемы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Перед установкой извлечем транспортировочный крючок, блокиратор шлейфа. Продолжение следует... Выставим руль ровно по меткам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, всё собрал, одел клемму. Пробуем включить зажигание, и мы видим, что теперь лампа Check Engine уже засвечивается, теперь попробуем завести автомобиль, в то же время мы увидим, что на кнопке звука тоже есть реакция, то есть эта штука работает, сигнал работает, так что в целом ремонт окончен, всем спасибо за внимание.